Чё вам сказать? Нас услышали. Я специально для вас наныл в прошлой реакции, когда Мирон выложил мейки-нофф Лиги Опасного Интернета. Я всё ныл-ныл-ныл, что дайте больше, дайте длиннее. Пожалуйста, наныл. Ещё один мейки-нофф, на сей раз уже чуть больше семи минут. Вот это уже по-нашему, по-бразильски. Чё так громко, блядь? Ну чё? Здорово. Здорово. Блин. Фейк-хэнд-шейк, хотя мы уже два дня снимаем. Это съёмки клипа «Я хейтер». Сейчас у нас 2008 год. Это будет самый ужасный клип из истории русского рэпа. Мы полностью облажаемся. Надо им будут смеяться. Мы на улицах Берлина, и мы снимаем клип на трек, который называется «Мервый класс». Первый класс, легенда рэпа, смотри, враг не спи. Я чичи читаю, эмси улетают, как кинцы. У твоей кисы, кисы, породавка на пизде. Первый день. Погнали. Батя всей сцены, ведь яйца кустерны. Пляски в конце твоя мать и тюнир, но ведь не живу. У тебя найти с гендом. Это Данил Злотин. Довольно редкий случай, когда два человека достаточно долго являются... Да блядь, отстройте звук! То уши выбивает, то еле слышно. Данил Злотин. Данис Хайков изначально приехал в Германию в каком году? В 2004 году. Раньше у тебя была компания Street Cinema. С 2006. Вот, наверное, с 2006 года я и смотрел твой генд. Потому что те, кто на меня следят, знают, что я фанат немецкого рэпа уже 25 лет. И снял восемьсот... Больше восемьсот. Больше восемьсот. Больше восемьсот рэпки. Именно рэпки был. Немец. По семьсот немецких гражданин. Да. Какая твоя история? Моя история то, что я слушаю тебя. Я слежу за твоим творчеством уже с 2012-го или 2013-го года. Вечный жид. Горгора. Красота уродства. Все у меня на рэпике стояло. Был у тебя на концерте в Кёльне. Покупал билет. В шестнадцатом году. В шестнадцатом году. Был на концерте в Берлине. Собственно, был Ро. У нас очень знакомились. Да, да, да. Первый фильм. Вот, и потом ты... Ты расскажи, как ты меня два часа заставил просто ждать. Ты мне просто забыл про меня. Чего? Чего? Это где было? На Ро? Да, да, да. Ты мне после Ро сказал, ребята, вас заберут. Подождите возле. Это не войдет. Люди не должны знать, что я вообще способен на такое. Это я помню на Атексу. Это не войдет. Да, я впервые об этом слышу. Так что дома поговорим. Я вспомнил Стэна, как он ждал автографа, как фанаты. Я иду дома. Здесь. Ну вот круто, что гораздо больше какого-то живяка. Не просто футажи, типа, вот, смотрите, у нас камеры. Вот, смотрите, у нас команда работает. А что какие-то живые разговоры в этом появляются. Что в этом проще рассмотреть как бы человека. Какую-то химию взаимоотношений. Вот. Ну, гораздо лучше же. Вот. А можно теперь работу над ошибками по лиге нормального интернета? Что? Ну вот да, по лиге нормального интернета. По лиге опасного интернета нормально то же самое сделать. Можно? Берлин. То высоту. Много приятных, вежливых, молодых джентльменов. Я жил в Германии сам 7 лет. Очень долгий срок. Я говорю по-немецки. Вырос на немецком райпе. Я начал слушать рэп с Куль Саваша. И Куль Саваш на этом моменте, конечно же. Как тебе вообще в Германии снимается? Есть разница? Вот ты с многими командами уже работал. Смотри, из-за того, что я из Германии изначально. Это для меня не то, что я приехал, блин, в Париж и решил там снять клип. Я прием как бы отчасти к себе домой. И в Берлине я был очень много раз. И всегда как-то пересекался. То есть еще тогда, когда была оптикраша. А я говорил, что это отсылка на Я Хейтер. Я в реакции это сказал, что это прям вот работа над ошибками. Я Хейтер. Вот дословно показывают кадры из Я Хейтера. Включают Я Хейтер под эти самые кадры. Кто лучший Окси Эксперт? Я. Первый класс. Назови десять артистов, которых я снимал видео. Десять. Пушопов. Сидор. Олега. Кстати, Окси Ватет и Моно. Парит Бэйн. Хатас. Хаббюфель. Аллигатор. Экофреш. Лео. Кейси Рэбл. Самбаджи. Да, все эти клики по-любому смотрел. Мне кажется, ну то есть я знаю всех артистов, которые назвал. И скорее всего это будет плей. И мы с тобой списались. Я не помню, ты не написал, помню, что ты хочешь писать клик? Это было лет пять назад. Да, да, да. Вот. И мы все время, да, однажды этот день настанет. Мы сняли стрит-клип со всеми атрибутами немецких стрит-клипов. 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 Это тоже, тоже. Стрит-клип сняли. Много жоп очень больших. Много жоп. Просто все, что снимается в первене, всегда получается очень стритково. Все либо наши ребята, либо ваши ребята. Все крупные ребята. За свои, да. Кроме девочек. Кроме девочек. Это не наша девочка. Никаких контактов. Что, блядь, происходит? Что происходит, чувак? Это не мой клип. Скажи мне, пожалуйста, это серьезный клип? Это очень серьезный клип. Когда я увидел, когда пришли 300-400 фанатов. Меньше чем за день. За 10 часов. Как они все просто разрывали. Это дает кайф. Энергию и кайф. Еще раз огромный респект всем, кто пришел. Я очень надеюсь, что... Это очень круто. На видео, как минимум, с дроном. С дроном. По-моему, этих кадров в итоге не было в клипе. Ну, с дроном, может, были, а вот где на крыше они рут, я так и не увидел в клипе эти кадры. А можно зумить, чтоб они не находились? Ну, а ты себе? Кат, по сравнению с тем, что ты делал... Не дай себе плеч, айф. Я сейчас забеспокоюсь. Дай догнать в номере. Нормально. Это Берлин. Да, это Берлин. Постоянно наркотик, просто постоянные менты. Вот это как раз к тому, что я хотел сказать, что стресс этих съемок отличался в основном в том, что на кодку Сато очень много не было. И вчера конкретно была проблема, что эко-активисты прикрыли себя к асфайту за, типа, час до того, как мы должны были здесь снимать. Перекрыли весь код, всю локацию. Потом, когда мы подошли к месту, где была фан-встреча, там уже стояли менты. И вот этот стресс, связанный с афеканской речью, что пришлось из-за этого очень быстро двигаться. И еще драка была. Это не имело отношения к нашим фанам. Какой-то помощник пришел на съемку, кому-то дал... Разбил нашему хаус-мастеру, который давал нам ключи, разбил ему голову, приехали менты еще больше. И, короче, вот с этим был связан стресс. Плюс, в жизни, у нас был дрон, который тоже не совсем оформленный. Скоростной дрон, который, на самом деле, нельзя снимать в центре города. Два дня подряд. Мы два дня подряд на улице снимали. И, короче, да. Остальной он был охуенный. Пасаси мой хуй, эй! Пасаси мой хуй, эй! Пасаси мой хуй, эй! ребят мы на концертах это будет это будет разъем просто этому будет разъем это да видный рон куплет вчера написал сегодня поеду в студию где вот я раньше музыку записал вот сегодня буду разговаривать на насчет этого ну то есть все это было продумано под возвращение первого класса серьезно я я честно говоря забыл в какой-то раньше мне надо какие-то комментарии дают потому что мне просто интерес блин я обожаю такой контент я обожаю такой контент смотреть просто как люди что-то делают как люди вот бесконечно можно смотреть на огонь воду и как кто-то работает это конечно не тушение пожара но тоже близко к идеалу я вот реально готов часами залипать на то как люди съемки устраивают потому что во первых я в этом разбираюсь то есть я знаю что стоят какие-то вещи и не только в плане денег а во вторых мне это интересно это как бы в области моих профессиональных интересов и просто ну по человечески прикольно ну и судя по всему у мирона вышел сегодня фит с первым классом то есть но продумано что вот вышел этот майкинов и после него вышел собственно фит это очередь там вверх и ларс все гангстеры целки их фаны инцелы я батя всей сцены ведь яйца цистерны пляски в т.ц твоя мать лицемерна ведь между ног хуй хоть она и цисгендер у тебя инцесс в семье твои предки не шахтеры но отец в земле все твои девы постарели как пиле пиле они в белом белье делают минет минет